Здравствуйте, сегодня мы продолжаем, и тема занятия — это художественная культура Древней Руси после монгольского периода. На прошлом занятии мы говорили о древнерусской культуре, которая относилась к периоду языческой Руси, до монгольского периода, и сегодня речь пойдёт про время с конца XIII века и вплоть до XVII столетия. Очень краткая обзорная характеристика, периодизацию я повторять не буду, и ключевые особенности древнерусского искусства тоже вы посмотрите в материалах предыдущего занятия. Скажем сразу о том, что для послемонгольского времени важной темой было восстановление, возобновление каменного строительства, которое было прервано в результате тех проблем, тех сложностей внешнеполитического характера. В конце XIII столетия каменное строительство постепенно начинает возобновляться, и одним из первых сооружений, которое было построено в это время, становится Тверской Спасо-Преображенский собор, который был сооружен в 80-е и 90-е годы, и он является первым белокаменным храмом на Руси, который был построен после монголо-татарского нашествия. Вот перед вами обмеры и план этого памятника. Также отметим, что тенденция, которая была намечена еще в предшествующую эпоху, она находится в продолжении и меняется социальное лицо заказчика. То есть многие памятники, о которых пойдет речь, они были связаны с заказами посадников, так называемые уличанские или кончанские храмы, которых представлено великое множество в древнерусских городах. А в частности, перед вами сооружение XIV века, это церковь Федора Стратилата на ручью, которая располагается в Великом Новгороде, и это один из выдающихся памятников новгородской архитектуры. Как раз этот памятник был заложен по указу новгородского посадника, и такая большая камерность его и меньшие масштабы в сравнении с предшествующей княжеской, например, архитектурой, она как раз демонстрирует вот это взаимное влияние социальных моментов и явлений художественной культуры. Также отметим, что в послемонгольский период большое значение уделяется и оборонной архитектуре, оборонному зодчеству, потому что многие крепостные сооружения, они пострадали, и также благодаря изменениям военного дела, изменениям тактики, возникает необходимость и потребность в реконструкции, перестройке, реставрации и создании новых образцов. И перед вами изображение Псковского Кремля, памятник, который был воздвигнут на уровне лучших достижений военно-инженерного и строительного искусства того времени, вообще эта крепость считается одной из самых совершенных на момент своего создания. Кремль расположен на самой высокой площадке в Пскове, и это позволило создать не только оборонную точку, оборонное сооружение, но и сделать архитектурную доминанту, вокруг которой складывался ансамбль города. А по-прежнему, как и в домонгольский период, сохраняется вот этот особый акцент на символизм построек, сооружений и образцов изобразительного искусства. Так, трехчастная структура Псковского Кремля, она отражала представление средневековых жителей о том, что Псков — это дом Святой Троицы. Даже на печати было именно это изображение, печать государственная Псковская, до тех пор, пока город был республикой и не стал частью единого государства. И живописные виды Псковского Кремля, они до сих пор являются одной из визитных карточек города для туристов и не только для искусства видов. Ну и, конечно, когда речь идет про послемонгольскую архитектуру, про архитектуру Московского княжества и далее Московского царства, памятник, который заслуживает особого внимания, — это Московский Кремль. Кремль — это древнейшая часть Москвы, расположен он на высоком левом берегу реки Москвы при впадении в нее реки Неглинной. И композиция имеет неправильную геометрическую форму, поэтому сложность в какой-то степени обуславливает и особую выразительность данного сооружения. Данного сооружения, которое представляет собой ансамбль, совокупность не только оборонных элементов — это крепостные стены, башни, это и внутренний ансамбль Кремля, который включает главнейшие соборы, которые необходимо обязательно назвать. Памятники, которые являются образцом культовой архитектуры и частью ансамбля Московского Кремля, следующие. Первый — это Успенский собор. Успенский собор является кафедральным храмом крепнущего централизованного государства. Его строительство связано еще с периодом правления Ивана III, однако в результате обрушения был предпринят второй этап строительства и, в частности, был приглашен один из выдающихся итальянских зодчих того времени, Аристотель Ферраванти, который, создавая свой памятник, свой шедевр, ориентировался на традиции Владимира Суздальской архитектуры, в частности, на Успенский собор города Владимира, который мы с вами рассматривали на прошлом занятии. Следующий памятник, который также является частью ансамбля Московского Кремля, это Благовещенский собор. Его строительство относится к 80-м годам XV века. Построен он был на старом основании псковскими мастерами после серьезного пожара, который обусловил необходимость этих изменений. Еще один памятник, который относится к ансамблю Московского Кремля, это Архангельский собор, сооружение, которое расположено в южной части соборной площади, напротив Благовещенского собора. И до XVIII столетия этот храм являлся усыпальницей великих князей и царей. Тоже при сооружении этого памятника были привлечены итальянские архитекторы, Оливис Новый, в частности. Поэтому элементы итальянской архитектуры соответствующего периода, они были здесь трактованы с опорой на древнерусскую художественную традицию. Поэтому это очень важный момент. В нашем представлении о таком бытовом средневековая русская культура как будто лишена влияния Западной Европы. Однако при чуть более внимательном рассмотрении, даже в первом приближении, мы видим о том, что культура этого времени являлась совокупностью многообразных традиций. Поэтому эти памятники стали источником вдохновения и для последующих мастеров. И еще один храм, который расположен на соборной площади Московского Кремля, это колокольня Ивана Великого. Вплоть до конца XIX столетия этот памятник являлся самым высоким сооружением Москвы. Колокольня Ивана Великого, которая выполняла функции звонницы, и до сих пор этот памятник радует историков искусства, историков культуры. Кроме традиционных форм, это крестово-купольные преимущественно конструкции, в XVI веке в России возникает новое конструктивное решение в рамках храмового зодчества. Это шатровая архитектура. Один из наиболее известных примеров — это памятник 1532 года. Это храм Вознесения Господня в Коломенском, который был сооружен по повелению Василия III в честь рождения сына, будущего Ивана Грозного. И нужно сказать, что существуют разные версии происхождения данной формы. Кто-то из исследователей отмечает влияние деревянной архитектуры и так далее. Отметим, однако, что эта форма просуществовала не так долго, потому что в результате реформ XVII века, церковных реформ, она была признана неканоничной и от ее использования отказались. До XVII столетия эта форма регулярно встречается в архитектуре. Например, перед вами собор Покрова Пресвятой Богородицы, храм Покрова Нарву или храм Василия Блаженного, который тоже располагается в Москве. И мы видим о том, что центральная часть как раз выполнена в контексте вот этой новой конструкции. Кроме таких форм, которые мы назвали, шатровые храмы, конечно, продолжается строительство в XVI столетии и более традиционных, с такой вот точки зрения обывателя, более традиционные формы. Например, Успенский собор Троица Сергиева монастыря, памятник XVI века, который как раз в большей степени повторяет формы, которые характерны и для домонгольского периода. Но в целом традиция монастырского строительства, она ориентирована была на Успенский собор Киево-Печерской лавры, этого источника формирования русской монашеской традиции. Поэтому, конечно, здесь монастырские памятники, они демонстрируют более высокую степень традиционности. Хотя в последующий период появляются и новые формы, которые были обусловлены изменением в идеологии. Дело в том, что в середине XVII века к этому времени уже было учреждено патриаршество на Руси. Так вот, патриарх Никон, который становится главой русской церкви в середине XVII столетия, он в своих деяниях, в своих реформах также задействовал и сферу культуры. Он обращается к наследию древнерусского зодчества и к наследию православного Востока. А как я уже говорила, он запретил строительство шатровых храмов и по его распоряжению на русской земле была воссоздана копия храма Гроба Господня в Иерусалиме. Это так называемый Новый Иерусалимский монастырь, который располагается в Подмосковье. И здесь вот эти новые тенденции, о которых я сказала, они были связаны с представлениями о таком сакральном пространстве, о иеротопии. То есть часть священной земли, часть Иерусалима, она как бы в такой символической форме была перенесена на русскую почву. Поэтому возможность прикоснуться к святыне, совершить такое вот паломничество, она была предоставлена большему количеству верующих. Реформы патриарха Никона, они находят противоречивую оценку в современной историографии, поэтому мы остаёмся в рамках такой традиционной интерпретации его политики. Завершает развитие древнерусской архитектуры уже в XVII столетии новый стиль, это стиль нарышкинского барокко или московского барокко, который отличается большей декоративностью, использованием форм, которые, с одной стороны, как бы были лишены функциональности, например, глухие барабаны, которые таким образом перестали выполнять функцию освещения. С другой стороны, несмотря на утрату утилитарности, они составляют неотъемлемую часть ансамбля и придают ему большую декоративность, такую эстетическую сторону. Среди образцов архитектуры XVII столетия можно отметить церковь Николая Чудотворца в Хамовниках, памятник, который был построен при царе Фёдоре Алексеевиче. Вот он перед вами. Здесь располагалась одна из почитаемых святынь. Это иконописное изображение Богоматери, которое называется «Споручница Грешна». То есть многие иконографические изводы, которые были традиционными для Византии, для древнерусской культуры, они постепенно изменялись, дополнялись какими-то деталями и приобретали большое значение в рамках религиозного ритуала. Еще один памятник архитектуры XVII столетия — это церковь Рождества Богоматери в Путинках, которая относится к середине XVII века. И еще один пример, который тоже перед вами — это церковь Троицы в Никитниках, церковь грузинской иконы Богоматери, которая также была сооружена в XVII столетии. То есть очень кратко, давая характеристику древнерусской архитектуры этого времени, мы с вами отметили, что возобновление каменного строительства в конце XIII столетия постепенно привело к увеличению масштаба построек, как строительная деятельность велась на территории всей Руси, не только в рамках Московского княжества. И постепенно через традиционные формы появляются новые типы конструкций и появляются предпосылки для формирования нового стиля. Это стиль нарышкинского барокко. Так же, как и культовая архитектура, видоизменяется и гражданское зодчество. Здесь я бы хотела вам показать реконструкцию воссоздания дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском, потому что Коломенское — это одна из древнейших резиденций российских государей. И памятник, который представлен перед вами — это новодел, то есть он не сохранился. Однако важно, что это такой вот масштабный пример изменения коломенской резиденции уже в конце XVII века. И здесь мы можем с вами видеть, что прежние материалы, прежние формы постепенно приобретают совершенно особое звучание. В общем и целом аналогичные процессы были характерны и для изобразительного искусства. Мы с вами помним, что скульптура не получает такого широкого распространения в контексте древнерусской культуры, однако эволюция живописи дает нам тоже интересный материал для рассмотрения. Здесь мы ограничим себя указанием на четырех выдающихся мастеров от XIV до XVII века — это Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий и Симон Ушаков. Это, конечно, далеко не полный перечень авторов, которые работают в указанное время. Однако их творчество является такой своеобразной вершиной указанного периода, поэтому многие явления общерусского характера могут быть прослежены на примере анализа их творчества. Первый мастер, которого я назвала, — это Феофан Грек. Он был византийским живописцем, в зрелом возрасте он переезжает на Русь, и работает он как художник-монументалист и как мастер станковой живописи, то есть как иконописец. Кроме того, что он был выдающимся мастером и виртуозом в живописи, современники отмечали его глубокое понимание христианского мировоззрения, говорили о том, что он был и философом, и богословом, и сочетал в себе эти разные виды деятельности, и он был монашествующим. В его работах, которые представлены перед вами, вот эта тема аскезы, тема преобладания духа над плотью, она проявляется в конкретных художественных приемах. То есть мы с вами видим о том, что божественный свет, благодать, которая пронизывает или образы Христа, или образы святых, в данном случае является основным средством для моделировки формы. То есть очень сдержанная колористическая гамма, и благодаря вот этим ярким бликам, так называемым пробелам, моделируется объемная форма. Перед вами фрагмент росписи церкви Спаса Преображения на Иллине улице, памятник Новгородский, памятник XIV века. Ну и другие работы Феофана Грека, они также отвечают этим качествам, то есть преобладание духовного начала и акцент на внутреннюю собранность, которая проявляется в композициях его авторства. Еще один фрагмент – это роспись Троица, фрагмент росписи, который также располагается в церкви Спаса Преображения на Иллине улице. Отметим, что для древнерусской художественной культуры этого времени существует такое особое явление, которое формируется преимущественно на русской почве. Речь идет о русском высоком иконостасе. Иконостас – это композиция, которая предполагает расположение иконописных произведений по рядам или чинам. И в периоды позднего средневековья эти иконостасы могли достигать до семи рядов. Там были включены иконы местно чтимых святых, так называемый местный ряд, а также, как акцент на евангельскую историю, иконостаса содержали праздничный ряд. Это иконы, которые были связаны с интерпретацией различных праздников евангельского цикла. Например, праздник Преображения – икона, которая относится к периоду творчества феофана грека, однако не принадлежит его авторству. Праздничный ряд и праотеческие, пророческие ряды, которые показывают историю христианское домостроительство. Также иконостас включал в себя и доисусный ряд, который предполагал наличие центрального образа – это образ спаса в силах часто, и изображение поклоняющихся ему предстоящих – Иоанна Предтечи, Богоматери, Небесных сил и иных святых. Второй мастер, который работает в названный период – это Андрей Рублев, художник, который также был монахом, и его фигура необычайно важна для понимания эволюции отечественной живописи. В общем и целом, его работы широко известны публике. В данном случае перед вами образ Святой Троицы, произведение, которое принадлежит кисти этого гениального художника. Также он является автором росписи в Успенском соборе во Владимире. Это памятник такой знаковый, был создан он в 1408 году. Предельное совершенство формы, которое мы встречаем в композициях кисти Андрея Рублева, оно, конечно, поражает вплоть до современности. Это идеально выверенные композиции, линия, изысканная до невероятных высот, колористические решения великолепны, и общая идейная составляющая, она также удивляет глубиной своей проработки. Но вот в данном случае перед вами фрагменты Звенигородского чина, икона Иисуса Христа и апостола. Так вот, для того, чтобы подчеркнуть ту непреодолимую пропасть, которая есть даже между святым и Богом, мастер выбирает меньший масштаб для трактовки фигуры спасителя. То есть такие вот приемы, которые, казалось бы, лежат на поверхности и чисто такого формального характера, они позволяют художнику передавать глубину христианского вероучения. Третий мастер, которого я также назвала, это художник Дионисий. Он уже не был монахом. Известно о том, что он работал вместе со своими сыновьями. Художник, который создал также собственную школу, и в рамках этой школы была достигнута очень высокая степень единообразия. То есть уровень мастерства был необычайно высок, поэтому зачастую сложно отличать произведения непосредственно самого Дионисия от работ, которые были выполнены в рамках его школы. Также он работает как художник-монументалист. Среди его работ, которые максимально хорошо сохранились до современности, из монументальных ансамблей, необходимо обязательно знать фрески Собора Рождества Богоматери Ферапонтового монастыря. Северный монастырь – роспись, которая была выполнена в начале XVI века. И эта роспись стала не только образцом для художников, также поэтические произведения. В частности, у Николая Рубцова есть прекрасное стихотворение, которое также посвящено небесно-земному Дионисию и тем высотам, которые он достиг в своем искусстве. Иконописные произведения Дионисия также широко известны. И здесь я бы хотела только обратить ваше внимание на житийные иконы. Это образы русских митрополитов или образы русских святых, Сергия Радонежского, Дмитрия Прилуцкого. Тот тип, который был создан именно в рамках творчества данного мастера. Обобщенный образ, такой духовный портрет, где мы видим изображение святого и в клеймах на полях изображения, которые связаны с его житийным циклом, то есть с его жизнью, вплоть до посмертных чудес, например. Завершает в рамках наших занятий развитие древнерусской живописи творчества мастеров XVII века. Это и мастера оружейной палаты в том числе. И вот перед вами произведение, которое принадлежит кисти Симона Ушакова. Здесь мы отмечаем усложнение композиции, более сложные иконографические схемы. Эта тенденция была предпринята еще в предыдущий период, еще в XVI столетии. Многое было сделано для этого митрополитом Макарием. Но мы с вами видим, что это усложнение композиций также было связано и с появлением формальных изменений, то есть уже нет такого строгого следования обратной перспективе. Мы с вами видим о том, что форма приобретает новые характеристики объема, появляется большее количество элементов и деталей, и даже в произведения включаются прямые цитаты из работ западноевропейских художников. В данном случае икона Троица ветхозаветной, которая хранится в собрании Государственного русского музея и принадлежит Симону Ушакову. Здесь как раз эти элементы античной архитектуры имеют прямой источник в западноевропейской художественной традиции. Таким образом, древнерусская живопись сформировала предпосылки для уже культуры нового времени. То есть появляются переходные формы, например, от иконы к портрету. Это парсуна. В данном случае это изображения, которые выполнены были на доске, то есть с применением иконописной техники. Однако это уже не были священные образы в том понимании, как это было характерно для византийской традиции и для древнерусской традиции предшествующего периода. Конечно, после монгольской эпохи она сохранила огромное число и образцов декоративно-прикладного искусства. Однако эти явления требуют отдельного вашего внимания и предполагаются на самостоятельное изучение. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Продолжение следует...